Добрый день, дорогие инженеры! Меня пугают размышления о том, что Железного Человека заменят Доктор Стрэндж. Люди приводят аргументы за и против, теряются в догадках друг друга, но в итоге приходят к выводу, что так и да, Доктор Стрэндж создан для того, чтобы заменить Тони Старка. Но из самого имени Доктора очевидно, что он гуманитарий, а Старк дипломированный прекрасный инженер. Вы когда-нибудь видели, чтобы удаленный глаз заменяли на курагу? Вот. А Железный Человек так может. Точнее, не он, а Бэтмен, но не суть важна. Короче, фильм мне не понравился. Поехали! А сегодня у меня на затравочку хостинг МакХост. Идеальный хостинг для любых ваших сайтов, больших и маленьких, слабостей, в огромном европейском дата-центре уровня Тир-3 и оборудованием Делл. Техподдержка никогда не спит и не обедает, быстро отвечает на вопросы и переносит за вас сайты с других хостингов. Можете прямо сейчас начинать бесплатно три месяца хостить ваши файлы, любые абсолютно, которые никто не удалит, видя этот промокод. И еще получите домен.ру в подарок. А я напоминаю, что домены I have a pen.ru, I have an apple.ru, I have an apple.ru и oldmem.ru тоже свободны. Зарегистрируйтесь на макхост.ру с промокодом и напишите в техподдержку имя домена, который хотите получить бесплатно. ApplePen.ru, кстати, тоже свободны. Пока жители России выбирают, как сегодня намочить свои носки, изнутри или снаружи, HTC показала свой новый, ни на что не похожий очередной телефон с уникальным названием HTC-10EVO. Как только я вышел на след этого аппарата, я что-то начал подозревать, ведь в половине пресс-релизов его называют HTC-10EVO, а в половине HTC-Bolt. Настало время понять, что не так с этими телефонами и найти, наконец, садовника. Итак, HTC-Bolt, он же HTC-10EVO, современный непромокаемый аппарат тайваньского концерна, который позиционирует себя как фирма для натуралов. Телефон похож на точно так же непромокаемый iPhone 7, как две капли воды, попавшие внутрь их предыдущих моделей. Правда, у HTC рейтинг непромокаемости лишь IP57, при айфоновских IP67. Разница в первой цифре, а это значит, что дырки в HTC хуже защищены от пыли. И вы не поверите, в этом устройстве тоже нет разъема для наушников. Вместо него дырка от USB Type-C. Переходниковый период. Тут, как и в айфоне, сделали хорошую переднюю камеру, и даже чтобы удивить любителей Apple, со всей силы, поднажав и надорвав портки, вставили туда не 7, а 8 мегапикселей! Однако при этом все равно обосрались, проиграв в светоси. Вообще, учитывая, что в телефоне есть сканер отпечатков пальцев, и выглядит он так же, как и iPhone 7, и вышел буквально на днях, создается впечатление, что HTC производит свои телефоны прямо по слитым характеристикам айфонов. Ведь процесс проектирования занимает немало времени, даже если все спереть. HTC впредь стоит быть аккуратным. Папа, папа, я натурал, но мне не нравится новый телефон HTC. У всех айфона, а у меня, как я глубоко пробку не сую, все равно прием плохой. Но теперь начинается мое расследование. Изучая вопрос об HTC Bolt, я обнаружил, что у HTC в этом году уже вышел просто HTC 10, и он был чертовски похож на этот. Прогуглив дальше, я обнаружил, что HTC выпускает по 12 телефонов в год, как свиноматка. В этом году, к примеру, вышел еще и HTC Desire 825, якобы в среднем сегменте. Но между тремя телефонами нет не только разницы, так и самого лучшего среди них тоже нет. Давайте проверим. Bolt можно мочить, как на самом деле манту, в то же время в 10 более быстрый разъем USB 3, и пока Bolt и 10 поддерживают Android 6, Desire его тоже поддерживает, но при этом вряд ли когда-нибудь обновится. Зато у него две симки и фронтальная камера, как у 10. Хотя и хуже, чем у Bolt, у которого, однако, меньше памяти, чем у 10, и сильнее аккумулятор. Несмотря на то, что только 10 работает с Bluetooth 4.2 и самыми передовыми сетями, при этом камера в нем хуже, чем в Desire, который, однако, стоит втрое дешевле обоих. Несмотря на то, что экран у него такой же, как у Bolt, и даже больше, чем у 10, у которого при этом такое же разрешение, как у Bolt, но LCD хуже, при том, что камера худшая из всех троих. Вот. Что ж, в этой норке определенно сидит мышка. Вопрос. Какой следующий шаг сделает мышеловка? Цена нового HTC 300 баксов. Бабушка в связном подвисла, но менеджер, затирающий про невероятные особенности переходников для наушников, уже вытаскивал деньги из-за ее зажатых рук. Мышеловка захлопнулась. Бабушка вышла из магазина, держа в руках коробку с HTC. Это только в сказках британки Агаты Кристи «Убийца-человек». А в нашем мире убийца — это бессмысленный выбор. Надеюсь, вы никогда не попадетесь на его удочку. А HTC 10 EVO — это настолько уникальный аппарат, что к его названию так и просится восклицательный знак. Тогда его можно будет использовать как удобный платежный пароль. Пока мы тут в России все плаваем по очень тонкому водяному слою на льду, итальянцы из Jet Capsule показали свой плавательный аппарат в виде летающей тарелки. UFO 2.0 или UFO 2.0 — свежий взгляд на привычную всем тему яхт. Итальянцы решили, что стандартные формы шлюпковозов уже не удовлетворяют воспитанную на Gravity Force публику и показали летающую тарелку, которая наполовину погружена в воду. И пока на верхних палубах суетятся юнги и длинноногие модели, вы, спустившись в трюм, аккуратно не споткнитесь об икеевские огурцы, в просторном трюме на кровати смотрите из огромного иллюминатора на рыбок. На самом деле не факт. Если вы плывете на этой яхте по Истре, то рыбок будут видеть только модели на верхней палубе, будут сидеть и бить веслами этих селитерок, потом налетят еще слепни, всех искусают, половина моделей попрыгают в воду, прям выл, за ними сразу пиявки поплывут, комары, крики, стоны, мошкара, и только вы сидите в трюме на огромной кровати, наслаждайтесь этим невероятным зрелищем из иллюминатора, попивая свой крепкий черный кофе с коричневым сахаром. В принципе, такого же цвета, как и зрелищем из иллюминатора. Летающая тарелка будет, однако, сделана из стеклопластика и пластика-пластика, и должна выдержать огромные нагрузки. Как говорят создатели, она непотопляема даже в экстремальных условиях близ Сомали. Всего для услада пассажира во время шторма предусмотрены три палубы. Трюм с кроватью 50 квадратных метров, не кровать, а трюм, как я уже сказал, массажная ванна, штурвал и стол на верхней палубе. Очень минималистично, можно прямо на пененном рулить. Кухня, лежаки и зона отдыха на главной, средней палубе между трюмом и верхней. Почему эту яхту сделали в виде летающей тарелки, я ума не приложу. Может, потому что хотели, чтобы маленькие девочки рассказывали историю о том, как их похитили инопланетяне, хорошенько надрали палубы и анально зондировали? Не, ну это совсем уже пошло. Хотя, в любом случае, в такой межгалактической яхте будет доблестный юнга, который в тяжкие минуты невесомости всегда готов предоставить вам свой спасательный кружок. Тьфу, круг. Ну или кинуть вам яхо. Да тьфу, что ж так пошло-то получается. Скорость этой плавучей печеньки достигает 9 узлов, или 16 километров в час. Двигают ее вперед 160 лошадей, поровну в двух мясорубках. Итальянцы очень хотят, чтобы их пробку для вам купили, и сделали из нее что угодно. Отель, спортзал или плавучий ресторан. Для рыб. Стоит не забывать, что была и предыдущая версия UFO 1, которая так и плавает с рыбами, потому что не выходила. Отличалась первая версия меньшей скоростью и травкой на средней палубе для выгуливания веганов. UFO 2 создатели божатся выпустить в 2018 году по цене в 200 тысяч долларов. Думаю, надо брать, продать свою квартиру в Москве и брать на абордаж все проплывающие мимо рестораны. Главное помните, что если на Землю все-таки нападут инопланетяне в своих летающих тарелках, не надо паниковать. Встаньте в их стаю, и после уничтожения Земли, зацепившись якорем, летите вместе с ними в другие миры. И уже там, на Альфа Центавра, посмотрите на свой новый дом широко открытыми, замороженными глазами. Скорее всего, разлетевшимся по разным частям галактики. Еще на старте. Ну что ж, напишите в комментариях какой-нибудь смешной стишок, ну или так уж и быть, хокку, со словами НЛО и яхта. Не забудьте подписаться на канал, поставьте лайк, подпишитесь на нас в социальных сетях, не забудьте заплатить за интернет. С вами был Евгений Зеленов. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok